Я знаю много руководителей, которые возглавляют 25 лет, и сельхозпредприятий много руководителей возглавляют, и не только сельхозпредприятий, но тогда это был самый молодой директор по области у нас. Я тут работал уже два года, в принципе, знал район, знал людей, знал, чем занимается эта организация, как она живет. Миллиорация на Гомельщине. Виктор Полуянов об ответственности при работе на земле. Работа председателя, она не из легких. Председатель всегда на виду, и за ним все все наблюдают, и это не дает права на ошибку. Как бы в любой момент. Потому что именно по, можно сказать, по председателю и судится работа всего совета. Быть не только руководителем, но и другом для каждого жителя. Председатель Ленинского сельского совета Василий Немченя о работе с молодыми семьями и сохранении исторического наследия. Я рисовала картинки. У меня друзья рисовали по бересте. Ну, говорят, давай, помогай нам, попробуй. Я попробовала, мне понравилось. Потому что материал природный такой, вот берешь кусочек этот, и видишь уже картинку. Искусство, которое поражает. Уникальный для региона мастер Эмма Плотникова о создании настоящих шедевров из бересты. Сегодня мы побываем на предприятии «Житковичская ПМС» и познакомимся с его руководителем Виктором Полуяновым. Возглавляемый им коллектив отвечает за строительство и эксплуатацию мелиоративных и хозяйственных систем. Что же такое мелиорация и зачем она нужна? Простыми словами, это комплекс различных технических мероприятий для улучшения плодородия земель. На Полесье заниматься мелиорацией начали еще в 19 веке. Сотни километров каналов были выроты вручную. По настоящему же освоением заболоченных земель занялись лишь в середине прошлого столетия. На мелиорацию начали выделяться значительные финансовые средства. После проведения мелиоративных мероприятий урожайность на этих территориях значительно возросла. И поэтому сейчас важно сохранить созданный комплекс и увеличить эффективность его работы. Если говорить про Житковический район, то здесь более половины земель являются осушенными. Иными словами, на них имеется осушительная сеть, обеспечивающая нормальный водно-воздушный режим для выращивания сельскохозяйственных культур. Ежегодно Житковическая ПМС передает хозяйствам сотни новых гектаров. Земля, где была произведена мелиорация, впоследствии радует хорошим урожаем. К слову, именно на мелиорированных землях район получает более половины воловой продукции растениеводства. И именно здесь заготавливается свыше 50% кормов. Выполнять все работы качественно и в срок предприятию помогает наличие хорошего технопарка, который стремятся обновлять каждый год. Основной вид, скажем так, техника, это у нас экскаватор, землеройная техника. 10 экскаваторов мы имеем, из них 8 на гусеничном ходу, 1 на пневмоходу, то есть на базе КАМАЗа. То есть он выполняет более мобильный. 5 бульдозеров у нас, то есть различных марок. В принципе, этого хватает, чтобы выполнять нашу программу. Свою работу на Житковическом ПМС планируют заранее. Составляется программа, которая рассчитана на 5 лет. За нынешнюю пятилетку в эксплуатацию было введено более 2000 гектаров. Согласно инвентаризации, реконструкцию в районе еще необходимо произвести на площади в 4000 гектаров. Эти земли войдут в новую программу. По прогнозам, о следующих пяти лет хватит, чтобы провести здесь мелиорацию. Была инвентаризация. То есть инвентаризация проводится раз в 5 лет. То есть комиссия есть районная, возглавляет ее начальник управления сельского хозяйства. Комиссионно объезжаем все мелиоративные системы, сооружения, каналы, обследуем их и дефектуем. То есть в том числе объезжаем сельхозплощадя. И определяем те площадя, которые сегодня требуют реконструкции. Это нам позволяет наметить программу на будущую пятилетку. То есть сегодня, в этом году мы уже эту инвентаризацию провели, заканчиваем. И это уже является основанием, то есть какие-то первичные документы для того, чтобы составить инвентаризацию на будущую программу, которая рассчитана на 5 лет. Программу мелиорации, которая действует по Республике Беларусь. К слову, Житковичская ПМС не ограничивается только территорией своего района. Работы проводятся и за его пределами на самых разных объектах Гомельской области. Мы работаем в Реческом районе, выполняем работы по техническому уходу. В Брагинском районе у нас там работает участок, мы выполняем работы по реконструкции мелиоративных систем. Сейчас нам надо ввести объект, 250 гектар сдать площадей. Работаем на демаркации границы государственной. Погранкомитет у нас заказчик, да, и уже тоже объект готовится под сдачу. Вот в ноябре месяце, поэтому я думаю, что мы там все это выполним. Мы там практически в графиках и все выполняем. Вот уже 10 лет Виктор Полуянов возглавляет одно из самых стабильных предприятий Житковичского района. Сам руководитель родом из Лельщиц, где после окончания Пинского гидромиллиоративного техникума отработал два года в местном ПМС. После чего его пригласили в соседние Житковичи на должность главного инженера. А в 2008 году Виктор Васильевич стал директором предприятия. Что примечательно, на тот момент ему было всего 25 лет. В столь молодом возрасте Виктор Полуянов не побоялся взять на себя огромную ответственность. И сегодня, спустя время, можно с уверенностью говорить, что отсутствие опыта не помешало нашему герою. Житковичская ПМС не утратила своих позиций, а наоборот, с годами их только укрепила. В сегодняшний момент я знаю много руководителей, которые возглавляют 25 лет. И сельхозпредприятие много руководителей возглавляют. И не только сельхозпредприятие. Но тогда это был самый молодой директор среди по области у нас. Ну, скажем так. Так получилось, я не знаю почему. Определился, бывший генеральный директор, что предложил, я возглавил. Я тут работал уже два года. В принципе, знал район, знал людей, знал, чем занимается эта организация, как она живет. Поэтому мне несложно было поменять место. Сидел напротив, пришел сейчас. Пересел в другой кабинет, а работа та же. В принципе, это... К слову, именно понимание и уважение в коллективе помогло довольно быстро пройти процесс адаптации. Налаженные взаимоотношения стали ключом к будущим успехам. Виктор Полуянов отмечает, что постоянно прислушивается к своим сотрудникам. И во многом у них даже учится. Мы же понимаем, что руководитель без коллектива – это же не руководитель, да? Коллектив у меня, скажем так, я пришел 23 года было мне, когда стал главным инженером. 25 уже получилось, так что стал директором. Два года у меня коллектив, скажем так, может, в чем-то и воспитывал сам. А сейчас уже, в принципе, мы уже вместе работаем давно. На Житковичском ПМС каждый осознает ту большую ответственность, которая возложена на коллектив. Специфика работы требует постоянного внимания. Прежде всего, это связано со стихией. Ежегодно приходится бороться с проливными дождями и весенним половодьем. Виктору Полуянову, как руководителю, приходится порой принимать мгновенные решения. Особенно, когда паводок, так, ну, есть о чем. Задуматься, подумать и принимать решения иногда приходится интересные, поэтому не скучаем мы тут. Рабочий день у Виктора Полуянова расписан буквально по минутам. Большая его часть, несмотря на руководящую должность, проходит не в кабинете. Виктор Васильевич постоянно выезжает в поле, чтобы непосредственно на месте все проконтролировать и быть в курсе событий. Очень важно вживую пообщаться с подчиненным, который трудится на объекте с утра до вечера. И не обязательно о работе. Можно уделить пять минут, спросив о семье и здоровье, а для человека это лучший заряд позитива. Работаем еще в других районах, и в любом случае раз в неделю надо на том объекте побыть, чтобы как руководителю понимать, что там надо, как там надо. Одно дело по телефону, второе, когда ты сам лично приехал, и ты увидел, и ты немножко у тебя уже, ты понимаешь, как себя дальше вести, как работать и как настраивать рабочий процесс. Профессия мелиоратора не из самых простых, но Виктор Полуянов выбрал ее сознательно, ни разу не пожалев. И правильность его выбора подтверждается, когда осознаешь значимость своего труда и причастность к важному делу, связанному с улучшением благосостояния сельскохозяйственного комплекса. Эта профессия мне нравится, я мелиоратор, я больше другого, наверное, как мелиоратор, я ничего не знаю, поэтому мне нравится это. Виктору Полуянову есть чем гордиться. Житковичская ПМС сегодня одно из лучших в области. Поводы для радости связаны не только с производственными успехами. Любительская футбольная команда предприятия хорошо себя зарекомендовала на различных соревнованиях. И сегодня стоит вопрос уже о переходе на более высокий уровень, о выступлении во второй лиге чемпионата страны. Но главное, как отмечает Виктор Васильевич, в каких бы сферах ты не достигал успеха, важно не останавливаться на достигнутом, а продолжать двигаться вперед, покоряя новые вершины. Агрогородок Ленин – одно из самых удивительных и колоритных мест в Житковичском районе. Он расположился на земле, которая буквально со всех сторон пропитана историей. В летописи населенного пункта хранится немало любопытных фактов. Примечательно, что само название не связано с Владимиром Ильичом. Ленин упоминается впервые еще в середине 16 века. Как отмечает председатель сельского совета Василий Немченя, ранее Ленин был достаточно крупным районным центром. Однако Великая Отечественная война внесла свои коррективы. Население сократилось почти вдвое. Сегодня свою роль играет и урбанизация. Население всей территории сельсовета составляет чуть более тысячи человек. И тем не менее, не вся молодежь стремится покинуть сельскую местность. К примеру, многодетная семья Ермольчик свое будущее связывает исключительно с агрогородком. «Каждый выбирает свой путь, я вам скажу. Кто-то хочет полегче жить, может быть, в городе, да. А наш путь остался здесь. Возле земли, в городе, в деревне. «Поставь сделал отдохнуть, да, поехал в город. И мы не жалеем, я вам скажу». Председатель сельсовета Василий Немченя – частый гость в семье Ермольчик. Всегда готов помочь ценным советам или оказать практическую помощь. Многодетным родителям любая поддержка никогда не будет лишней. У Михаила и Марины сегодня пятеро детей. Признаются хоть и сами из многодетных семей, но когда создавали свою, то и подумать не могли, что в будущем она станет такой большой. У нас в семье тоже восемь детей, в семье Маринки Стахиевич, а у меня одиннадцатый. Это молодонокие мальчики, да. Вам есть еще когда расти? Да. Это точно. Будем жить, будем видеть. Большая семья – это огромная радость, но и большая ответственность, уверены Михаил и Марина. Ведь воспитание достойных молодых людей сопряжено с определенными трудностями. Да, это ответственность, как бы, это не просто так, а во-вторых, это и проблемы, и сложно где-то так. Ну, сами понимаете, да. Живя еще в сельской местности, вы понимаете, что надо трудиться, надо работать, им надо иметь здоровье, чтобы расти детей и учить, как бы. Подход найти к детям, потому что у каждого разный характер. И он, допустим, говорит, старшего, он уже где-то может показать характер, и я уже сразу говорю, так, я папу зову. Нет, не надо сразу. Папа, повторите, папа боятся. Так должно быть. Да. Михаил Ермольчик – настоящий пример для детей. В меру строгий, но главное – справедливый. В нужный момент обязательно похвалит, а когда необходимо, проведет поучительную беседу. Так, чтобы, допустим, там наказывать, нет, ну, вот пытаемся донести, чтобы они поняли и приняли, как надо, как должно быть. Потому что, ну, как бы, если наказывать, не всегда можно добиться того, что хочешь. А вот надо именно объяснить, чтобы он понял. Ну, бывают случаи, я вам скажу, что и розка нужна. Да. Потому что розка – это уже заложено. Розка, это есть розка. Да, это тот витамин, который им необходим, потому что бывает уже надо этот витамин. Витамин Р. Р, да, я все понимаю. Марина находится в декретном отпуске, а Михаил представляет одну из самых героических и благородных профессий. Уже несколько лет он является сотрудником МЧС. Решив однажды вступить в ряды пожарной службы, о выборе своем Михаил не пожалел ни разу. Я доволен этой работой, мне нравится эта работа. И стараюсь дальше выполнять свою работу в задачах, которые становятся руководством. Семья Ермольчик очень яркая, активная и творческая. В их доме есть даже специальная стена с дипломами и наградами. Своеобразный музей семейной славы. Детки стараются, и как бы за это каждый успех он должен быть награжден. И вот мы стараемся тоже, да, чтобы они видели свои достижения, в чем-то даже стремились быть лучше. Как бы муж тоже на работе старается. А наша совместная победа, как говорится, награда, вот это, во властелине села мы участвовали, наш диплом. Детям супруги всегда стараются уделять максимум своего внимания. Это помогает и в воспитании, и в развитии самых разных навыков. Вечером мы всегда, и я, и муж, вечером всегда дома, поэтому стараемся с детьми, конечно, быть. Ну, вечером, летние вечера, там мы костер обычно, сало жарим, это постоянно. С мальчиками я на рыбалку выезжаю, потому что речка тут недалеко, 200 метров. Папа на рыбалку, все. Или же в 4 часа утра. Да, или утром на рыбалку. Если сегодня не хочешь ехать вечером, значит, мы едем в 4 утра, я говорю, вы подниметесь. Мы будильник поставим, и да, они стараются. А так дальше взять день рождения, это уже, конечно, традиция у нас, день рождения всех, мам, пап и деток, как бы. Дедушка с бабушкой приезжают, дядя с тетями. Все приезжают. Мы когда приезжаем к маме с папой, там две семьи, три, там полный дом детей, потому что семьи большие. Сейчас, в данный момент, я хочу их, это такое, ну, как бы для деток, это, хочу им сделать самоделку трактора, мини-трактор такой, чтобы детки заинтересовались больше, чтобы они не были в компьютерах, а именно в технике, чтобы их заинтересованность была. Это я купил уже двигатель, купил двигатель, все, собираю сейчас, такой, это для хлеба. А он вообще горит, он говорит, папа, давай, ну когда уже мы начнем? Ну, надо заинтересовать. Они футболом увлекаются тоже. А еще дети – самые главные помощники своих родителей. Уже четыре года семья осуществляет строительство нового дома. Он расположился в центре агрогородка Ленин. Все работы Михаил выполняет самостоятельно, а когда нужно, на подмогу приходят старшие сыновья. Уже практически все готово, и в следующем году семья Ермольчик рассчитывает справить новоселье в своем доме мечты. Новый дом есть новый дом, вы сами понимаете, что всегда хочется свой дом, личный дом, который ты сам построил. И как бы хотел, так и построил. Главное, чтобы мы был просторным, потому что, судя по своей жизни, что у нас уже не хватает квадратов. Все-таки семья уже пятеро деток, и надо уже просторные комнаты, каждому комнату, чтобы была большая кухня, конечно, чтобы было. Ну и гостевая, чтобы гости приехали, конечно, это надо большой стол, чтобы все поместились. Ну а мы вместе с председателем сельского совета Василием Немчений двигаемся дальше. У агрогородка Ленин богатое прошлое. На местном кладбище сохранились уникальные деревянные мацевы, пережившие несколько веков. Точный их возраст неизвестен. Мацевы – это еврейские надгробия, выполненные особой техникой тиснения древесины. В мире подобные исторические артефакты сохранились только в городе Унеча Российской Федерации и агрогородке Ленин. Сельский совет совместно с волонтерами и общественными организациями прилагает немало усилий, чтобы сохранить богатое историческое наследие для будущих поколений. Хотелось бы, чтобы это все осталось здесь, хотелось бы, чтобы это все воплотилось в жизнь, так планируется. То есть на этих бетонных плитах это все закрепилось, и как бы был музей под открытым небом. Хотелось, чтобы это было так. Как будем в дальнейшем, будем видеть. Работа по благоустройству на подобных объектах имеет важное значение для председателя Ленинского сельского совета. Всего, к слову, на территории 9 гражданских кладбищ и 13 воинских захоронений. Это место получило свою известность из-за трагических событий 1942 года. Здесь нацисты организовали гетто 14 августа, ими были расстреляны 2000 евреев. Бекстон спаслось лишь 28 человек. Их потомки ежегодно в день траура приезжают воздать почести своим предкам, не забывают о погибших и местные жители. Работа здесь у нас тоже постоянная, живу. Самое ценное – это эти люди, эти памятники. Открыли камень, где в годы войны сожжена была церковь. Открыли камень, где памятное место, скажем так, ну, видя камня, где в годы войны сожжен костел. Сейчас, вот буквально неделю или две назад, открыли уже отреставрированную каплицу, которая была построена в 1863 году. История эта всегда ценная, интересная. Тем более люди приезжают, им интересная. Вот с Америки человек приезжал, тоже выяснилось, что его корни отсюда. Вот он два дня ездил, вот все, 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 места. Да, как бы, да, он нашел, что там вот его жили дед, прадед. Именно это место он нашел по карте, в своей карте, то есть, где было место расположения этих евреев. И вот ему интересно, он с Америки приехал. С историей сельсовета Василий Немченя хорошо знаком. Он сам уроженец агрогородка Ленин. Здесь провел юношеские годы до поступления в Мозырский педагогический университет. После 15 лет отработал в системе образования. А в 2010 году судьба вновь привела в родные места. С тех пор Василий Константинович возглавляет Ленинский сельский совет. Сложно, что было сложно как-то не сказать. Все, как бы, видел, что делается. То есть, мысль работы был понятием. Все видел, что делается. То есть, было районное руководство. То есть, дали направление, что делать, как делать. И пришло сразу приступать к работе. Как раз в 2010 году наш населенный пункт, то есть, именно Ленин, включали как агрогородок. То есть, по линии развития агрогородков. То есть, мы были в последний населенный пункт, который становился агрогородком. И вот, пришлось сразу включаться в работу. То есть, работа была понятна. Прекрасно понимал, что требует, так как работает директором школы, был в тесном контакте с председателем сельского совета Юркевичского. И все эти вопросы обсуждались, все эти вопросы были на слуху. То есть, все вопросы, которым занимается сельский совет. То есть, ничего нового для себя не увидел. Оставалось только работать. Василий Немченя всегда готов прийти на помощь. Двери его кабинета открыты для местных жителей в любое время. Василий Константинович стремится каждому уделить внимание. Ведь главная задача председателя сельского совета – улучшение уровня жизни населения. Конечно, работа председателя, она не из легких. И получается, что всегда можно сказать, что председатель всегда на виду. И за ним все все наблюдают. И это не дает права на ошибку. Как бы в любой момент. Потому что именно по, можно сказать, по председателю и судится работа всего совета, всех подчиненных. Да и все для того мы и есть. Местная власть, чтобы все делать на благо нашего народа, на благо района, на благо нашего государства. Агрогородок Ленин – еще и место, которое вдохновляет на творческие подвиги. Причем здешние мастера отличаются своей самобытностью. Эмма Плотникова делает уникальные вещи. Расписывает кусочки бересты. И хоть данное ремесло известно еще с середины 15 века, сегодня в Беларуси оно редко встречается. Насчитывается всего несколько человек, которые превращают этот природный материал в настоящее произведение искусства. Эмма Плотникова, к слову, единственная в своем роде в Гомельской области. Это вот подготовочка под рисунок. Она, эта берестичка уже вычищенная в основном. И под рисунок чистая основа, где-то пальчиками, где-то ножики. Ножиком подковыривается. Снимаем слои лишние. Потом все это будем грунтовать клеем обычным, водным. И уже по готовой основе пишу я темперными красочками клеевыми. Краски, которые все теперь не очень любят. Ими мало кто пользуется. Но вообще-то краски по дереву. Ими когда-то икону начинали писать. Заготовкой бересты Эмма Плотникова занимается самостоятельно. Материал берет из старой поваленной березы. Он, к слову, совсем не капризный. Хранится по несколько месяцев. Легко переносит и холод, и влагу. Сам творческий процесс не занимает много времени. Но при этом достаточно трудоемкий. Процесс примерно, я вам объясню, это вот как матрешку рисует. Краски темперные. И я уже к высыханию краски привыкла. И вижу сколько штук. 10, 15, 20. Пока я эту рисую первую, та высохла. И следующий слой. Рисуем по слоям, все. Эмма Плотникова рисует из детства. Долгое время занималась резьбой по дереву. Пока не пришло сознание, что это ремесло из-за своей силовой нагрузки стало в тягость. И 15 лет назад героиня нашей программы попробовала роспись на бересте. Занятие так увлекло, что и по сегодняшний день остается любимым. Я рисовала картинки. У меня друзья рисовали по бересте. Она говорит, давай, помогай нам. Попробуй. Я попробовала, мне понравилось. Потому что материал природный такой. Вот берешь кусочек, это ты видишь уже картинку какую-то. И однажды ко мне пришел парень, Дима. Он говорит, а вы вот так сможете? Принес кусочек бересты и маленький магнитик. Я на него посмотрела, думаю, наверное, я смогу, почему нет? И я, наверное, первые лет 15 назад, года три рисовала на Карелью работы, отдавала. Они приезжали у меня, забирали работки туда. Так работала. Работы Эммы Плотниковой видели уже немало выставок. Они приводят восторг как белорусов, так и иностранцев. Я обычно выхожу на выставку на какую-то. И ко мне приходит кто-то, кому эти работы нравятся, и кто хочет их реализовать. Я их уже отдаю, а мне потом какие-то там вознаграждения присылают. С подарочным фондом работаю тоже с нашим этим президентским. Они меня тоже на млыне нашли на выставке. Своё вдохновение Эмма Плотникова черпает на малой родине. Уроженка агрогородка Ленин долгое время проживала в Минске. В родные края потянула 10 лет назад. И тогда мастерица вместе с мужем решили купить здесь дом. На малой родине Эмма Плотникова бывает довольно часто. В тихой и спокойной атмосфере она создаёт свои уникальные работы. В её сюжетах сельский быт и пейзажи, национальная архитектура и достопримечательности. Выходишь на выставку, смотришь, что другие делают. Это тоже интересно. И нужно это делать. Сидя вот за этим столом и никуда не вылезая, наверное, расти не будешь. Вообще любая работа, если она тебе нравится, то ты расслабляешься и уходишь от плохих мыслей. Думаешь о работе. Я считаю, что если плохо, тебе что-то на душе, можно идти работать, садиться за стол. Это своего рода тоже релакс такой. В каждую из работ Эмма Плотникова вкладывает свою энергию и душу. Их уникальность заключается не только в редком виде искусства, но и в искренности и мастерстве автора. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok